Хиджаб, никаб, чадра, паранжал. А сколько еще существует способов, чтобы завуалировать мусульманскую женщину и фетишизировать ее фаллическую нехватку? А значит ли это, что весь мусульманский мир разделен на тех, кто оказывается за хиджабом, и тех, кто перед ним? Если да, то что на самом деле скрывает субъект, находящийся за хиджабом? Свой мазохизм, вуайеризм, а может быть женскую гомосексуальность? А что тогда маскирует тот, кто навязывает этот хиджаб, а значит находится перед хиджабом? Свой трансвестизм, эксгибиционизм или мужскую гомосексуальность? Цивилизация начинается с завеса. Мы прикрываем пол, мы помещаем сюда гениталии, на поверхность, которая останавливает что? Взгляд. Да, завеса вуаль, потому что эта завеса может быть всегда быть сорванной, разорванной или раскрытой. Это то, что эротизм или порнография очень хорошо умеют, как говорится, эксплуатировать. Итак, вуаль. Это то, что одновременно и скроет, и обозначит, и не позволит увидеть, и в то же время покажет. Почему? Над вуалью нависает отсутствие. Так говорил Жак Вакан. Потому что вуаль, занавес, хиджаб, как бы вы ни назвали, это является поверхностью экрана. Экран. Чистый холст. То есть проективная поверхность. А что мы проецируем на проективную поверхность? Образ. Воображаемый. Целый мир наших субъективных представлений и фантазм. Редактор субъективных представлений и фантазм.